Ребят, давайте поговорим на тему интимного характера, а конкретно, почему же китаянки не удаляют волосы подмышками в интимных местах, даже на ногах. Как-то я встретил одну китаянку, которая, собственно, не ухаживала со своими подмышками, и я у нее спросил, а почему вот китаянки не удаляют волосы подмышками в интимных местах, на ногах, допустим, некоторые. У некоторых даже на пальцах рук волосы есть. На что она мне отвечает? Эти волосы нам достались от наших предков, и негоже удалять волосы только потому, что кто-то там захотел. Ну, это такие приверженцы, какой-то такой традиционный каст китаянок. Но есть же, конечно, молодое поколение, которое ухаживает за собой, они удаляют волосы подмышками, но вот насчет интимных мест, я вам скажу, это не принято, потому что в Китае считается, если ты удаляешь волосы в интимных местах, значит, ты, скажем так, девушка легкого поведения. И опять-таки, зависит от того, где ты находишься в Китае. Конечно же, если ты в маленьком городе, здесь люди более традиционные, такие более, скажем так сказать, приземленные, что ли. Они все придерживаются всех тех старых традиций, вот, и для них это нормально. Возможно, для нас иностранцев это немножко дико, но они не считают это какой-то дикостью. Они к этому привыкли, они так всю жизнь жили, и живут, и будут так жить. Вот, а вот есть в больших городах, мегаполисах, более современных городах, там, где китайцы уже немножко так отошли от старой культуры, вот, там вы заметите прогресс. Люди более раскрепощенные, ухаживают за собой по-другому уже, одежда, нижнее белье и прочее, прочее, прочее. Касаясь нижнего белья, оно здесь тоже в маленьких городах более традиционное, а не как у нас. Я как-то зайду в магазины, покажу вам, какое они продают нижнее белье. Но, опять-таки, не везде так, и не все такое носят. И, кстати, ребят, не забудьте подписаться на мой канал, пожалуйста, поставьте лайк, прокомментируйте. Мне будет очень приятно.